Здравствуйте, Вениамин Иванович! Вас беспокоит даже не то, что крик души от местных жителей Абрау-Дюрсо, коренных жителей. Мы уже устали наблюдать этот беспредел, что у нас здесь творится. Дело в том, что речку, вот обратите в речку, у нас засыпается, нас топит без конца, топит не один дом, улицами топит. Мы несем колоссальные убытки, власти ничего не предпринимают. Здесь вырубаются сосны, где были когда-то, это был заповедник, мы еще детьми, школьниками ходили, эти сосны сопали, были там животные. Сейчас посмотрите, все, вырубаются, застраиваются дома. Нас просто никто не слышит. Посмотрите, что делается. Это наши легкие сосны. Что нам еще остается делать? К вам только... Мы просим, чтобы вы к нам приехали. Приехали, посмотрели все своими глазами, встретились с народом и посмотрели этот весь беспредел, что творится. Мы здесь чужие на своей земле. А я хочу обратиться сегодня к министру природных ресурсов Сергею Николаевичу Еремину, которому было великое множество обращений, великое множество ответов, отписок. А по существу в течение года речку методично уничтожают. Даже вот сегодня, находясь здесь буквально считанные минуты, уже 10 КАМАЗов проехало и загружают, загружают здесь все. Реакции ноль. Идет круговая порука. Идет такое запланированное уничтожение природы. Поэтому, Сергей Николаевич, пожалуйста, 21 июля в здании администрации города Новороссийск будет состояться встреча с общественниками города Новороссийск по вопросам экологии и природоохраны. Мы очень вас ждем. Пожалуйста, лично приедьте, поговорите. Мы вам сможем вылезти на место. Вы посмотрите, что здесь происходит. Чем занимается ваше Министерство природных ресурсов? Что оно делает для того, чтобы сохранить нашу природу? И также я хочу сказать несколько слов для Вениамина Ивановича. Вениамина Ивановича. Я не знаю, как это назвать, вот то, что делают чиновники на сегодняшний день, кроме слова саботаж. Все ваши рекомендации, все ваши пожелания, просьбы, они просто похерили. Вот другим словом не скажу. Хей. Русская буква. Все перечеркнуто. Драмтеатр, где вы рекомендовали, перечеркнуто. Сосны, где идет уголовное дело, идет стройка. Домик депутата, который пол горы срезал. Тоже все хорошо, все удалось. То есть вы нам говорите правильные вещи, президент к нам говорит правильные вещи, а ваши чиновники, ваши исполнители, они просто убивают все на корню. Поэтому вас тоже очень ждем 21 июля в нашем городе герои по решению вот этих насущных вопросов. Благодарю. Детям негде на велосипеде покататься в своем поселке. Негде. Все платно. Все платно. Везде столько отдыхающих, что нам на дорогу нельзя выходить. А стадион закрыт для нас. Куда нам? Забрали стадион. Забрали стадион. Да что, пробежку мы не можем на стадион выйти, у кого-то надо спрашивать. А раньше столько секций там было, и старики, и дети. Все могли гулять, ходить на берегу озера. И во что превратили? Все, вот район озера. Нам теперь запрещено вообще отдыхать возле озера. Везде штрафы. Ну что это такое? Никуда местным выйти некуда. А я бы хотела сказать, вот как пенсионерка, проработавшего в поселке 45 лет, на заводе, на винограднике работала я. Вот живу над озером. Понастроили гостиниц в частном секторе. Теперь люди веселятся. Музыка днем и ночью. Бубухает. Нам не спать, не детям. Фейберги, салюты всякие, что подкидываешься на кровати в 11-12 часов ночи. Бесполезно говорить. Они говорят, что можно до 11-ти. Но они немножко задержались. Они до полдвенадцатого стреляли. Просто идет выселение народа. Выселяют, чтобы мы продавали им эти участки, уходили. Ставят в такие рамки. Да. Потому что жизни никакой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова